Слава Украине! Приветствую от Полонского! Сегодня мы первый раз за все время узнали более-менее точные данные по поводу освобожденной территории Курской Народной Республики. Сегодня главком Сырский доложил президенту Зеленскому о том, что освобождено от российско-фашистской нечисти приблизительно тысяча квадратных километров территории Курской Народной. Ну, ребята, это просто бомба. Видите, то, что рассказывали одни и другие, там говорили, всякие цифры бомбикальные раньше, там 300 квадратных километров, 450, потом 500, 750, ну вот, говорю, залужный, нет, не залужный, конечно. Сырский заявил уже о тысяче. Сырский, смотрите, он не публичная персона, он не любит пиар, вот это все, это не про него от слова вообще. То есть, если он говорит, то плюс-минус так оно и есть. У него есть непосредственно данные с места, они как бы проводят анализ, понятно, что линии фронта там какой-то стабильной сейчас нет, но то, что мы уже, скажем так, более-менее контролируем, это порядка тысячи квадратных километров, ребята, это очень серьезно. Ну, чтобы кто-то понимал, кто, если кто вообще уже не разбирается в площади, ну, это кусок, например, территории 100 километров на 10 километров, либо там 30 километров на 33 километра, ну, вот как-то так, да? Или там 47 километров на 20 километров, ну, вот так, да? Понятно. То есть, 46, точнее, на 20, как-то так. Вот, то есть, это довольно значительный кусок территории, понятно, что он неравномерный, но он освобожден, освобожден полностью райцентр Суджа, который является вообще украинским городом, который не, ну, так же, как Таганрог, например, когда-то попал в Российскую Федерацию. То есть, это украинский город, славный, так же, как Белгород когда-то попал в Российскую Федерацию, никакого отношения к Российской Федерации не имея. Ну, вот как-то так. А теперь вот Суджа. Интересно, что наши международные партнеры абсолютно спокойно относятся к операции, к ограниченной, нет, к специальной военной операции вооруженных сил Украины в Курской Народной Республике. Потому что, рано или поздно, действительно, войну надо переносить на территорию противника с тем, чтобы он не имел возможности разбивать твою территорию. Посмотрите, количество прилетов, авиабомб, вот этих вот крылатых, по Харьковской области за последние дни упало в 4-5 раз. Это ли не результат специальной военной операции на территории Курской Народной Республики? По-моему, блестящий результат. Вот, так что, ребятки, это один момент. Второй момент влияние специальной военной операции в Курской Народной Республике на то, что происходит сейчас в Харьковской области. Это, прежде всего, нас интересует Вовчанск. Ну, не только Вовчанск, там же два направления боев, да, Поглубука тоже. Так вот, в Вовчанске расисты побросали некоторые позиции. Скажем так, это не повальное бегство. Но, не имея подкрепления, не имея нормального подвоза, из-за того, что творится в Курской Народной, они, как бы, Харьковский фронт, вот этот Вовчанский фронт, он для них, как бы, стал, ну, что ли, второстепенным, то есть, ну, не настолько горящим. Потому что, вот даже, видите, Пуйло собирало сегодня свой шалман, вот этот бандитский. И вообще о Харьковской области ничего не звучало, только Курская Народная, да, они что-то там трендели между собой. Кстати, говорили абсолютно фейковые цифры своему Пуйлу о том, что там Украина заняла 100 квадратных километров или что-то типа этого. Говорили, что какие-то там 28 населенных пунктов, ну, хоть бы подумали своей башкой, что 28 населенных пунктов, это не про 100 километров вообще идет речь. Хотя, на самом деле, от расизма освобождено было, к моменту доклада этого Мишустина, Пуйлу, было освобождено уже 44 населенных пунктов в Курской Народной Республике. Плюс расисты сразу же после этого написали, что потеряли еще один, значит, уже 45. Ну, вот так вот, где-то такие вот, пускай от 40 до 50 населенных пунктов было освобождено на территории Курской Народной Республики от российско-фашистских захватчиков. Вот таким вот образом это все выглядит. Так что, друзья мои, да, по Вовчанску давайте еще, значит, там расисты несколько в шоке, потому что им перестали уделять внимание, то они были как бы самым таким горячим фронтом, и Вовчанск, 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 вы помните, каждый день, да, из всех утюгов. А сейчас им просто не до этого, снабжение ухудшилось, боеприпасы, да, тоже ухудшились, доехать до них мало кто может, настроение у войск хуже некуда, а наши рвут и мечут. Ну, вот, собственно говоря, такая ситуация. Так что, как минимум, в Харьковской области это уже сыграло свою роль. Кстати, в Донецкой тоже, потому что количество направлений, по которым они ведут такие яростные атаки, тоже уменьшилось там, я знаю сейчас только вот Торецк и Нью-Йорк. Да, вот, какие-то такие яростные атаки еще в других населенных пунктах лично мне неизвестны. Хотя, конечно, они пытаются, все они это делают, но, знаете, искра из глаз уже не сыпется. Это разные вещи. Вот так вот. Так что, что-то мне говорили, а Курская Народная Республика очень помогает, и весь мир видит слабость России, весь мир видит то, что Россия потеряла полный контроль над огромным участком границы, и ничего с этим поделать не может. Потому что она вообще ничего поделать не может. Там Пойло отдает какие-то приказы, эти генералы кивают башками. Кстати, видели морду Шойгу и морду Герасимова во время совещания? Вот эти две морды уже о очень многом говорят. Когда посмотришь на них, все становится уже ясно. Вот эти два гениальных стратега, да? Вот. То есть, это такой момент. И еще один момент из, скажите мне, из Курской Народной. Рашисты пишут, я еще вчера об этом говорил, но вот сейчас рашисты, практически несколько этих зэк-блогеров пишут о безнадежной ситуации или близкой безнадежной окружении. И фактически пишут, как он называется, Глуховской, что ли, район Курской Народной Республики. Там, где, скажите мне, там, где Теткино. Да. То есть, там у них, да, по-моему, Глуховской называется район. Я, кстати, думал, что Теткинский, ничего подобного. Не Теткино там, райцентр. Вот. Они пишут, что там ситуация близка к окружению, что надо как-то выезжать, выводить войска и так далее, и так далее. Кстати, очень многие ругают своих пропагандистов этих, за то, что они говорят, что, мол, Суржу отбили рашисты. Там она полностью на 100% контролируется ВСУ и пишут, что люди едут туда забрать вещи, а там уже ВСУ и все, они пропадают. Там никто нигде не пропадает. Люди приезжают, никаких проблем с ВСУ нет, ВСУ защищают всех наоборот. Вот. ВСУ охраняют наших этих жителей Курской народной, от мародеров, от местных, которые, значит, вот уже понесли там дома, понесли участки. То есть, квартиры, дома и так далее начали грабить. То есть, ВСУ эти вещи сразу же предотвращают. В отличие от рашистов, которые с удовольствием мародерили у нас в Киевской, да разве только в Киевской, в Херсонской, в Харьковской. Тут даже говорить не о чем. Ребята, короче говоря, ситуация, вот еще раз говорю, такова, как она есть на сей момент. Сырский доложил, и я ему склонен верить, потому что Сырский не склонен к пиару. Тысяча квадратных километров в Курской народной республике освобождены от московитов. Все будет Украина.